Учебно-практический центр «Цветущая планета» представляет авторскую программу Ирины Сахаровой «Сады со вкусом». Для каждого ландшафтного дизайнера, когда ему в работу попадает маленький участок, стоит очень непростая задача – как его оформить, как сделать таким образом, чтобы участок казался больше, чем он есть на самом деле. Когда я пришла сюда и увидела то, что мне предстоит обыграть, то, что мне предстоит оформить, я была расстроена, потому что места на самом деле не было. Были какие-то узкие проходы между большим достаточно домом, который занимает львиную часть шестисоточного участка. И нужно было обойти и обыграть вот все это пространство, которое находится возле этого дома. Особенно проблему создавала вот эта часть. Она длинная и узкая. И с одной стороны у нас забор, а с другой стороны стена дома. И вот в этом узком коридоре нужно было что-то придумать, что-то сделать, чтобы он был интересным. Завершала эту перспективу беседка, которую создали хозяева сами. И я хочу сказать, что это прекрасное решение, прекрасная идея по решению, завершению какой-то перспективы и созданию такой зоны отдыха. И поэтому, так как там была уже создана беседка, нужно было сделать красивый вид из этой беседки, чтобы можно было отдыхать и любоваться существующим садом. И вот я начала думать, закрыть забор нужно, это обязательно. Лучше всего для этой цели я решила, подойдут вечно зеленые растения, такие как туи. Потому что они закроют забор и зимой, и летом, и весной, и осенью его не будет. И не надо постоянно его подстригать и постоянно с ним возиться. Он будет все время красивый. А с другой стороны, перекрывать его какими-то изгородями смысла не было. Потому что тут стена дома и дорога, которая соединяет, является и отмосткой, и пешеходной зоной, по которой ходят хозяева и используют эту дорожку постоянно. Поэтому нужно было только как-то подчеркнуть вот эту дорожку, чтобы она не сливалась с небольшим пространством. Поэтому я решила посадить изгородь невысокую из дерена сибирики варегата. Почему этот дерен я взяла? Потому что он очень нарядный. Он красиво цветет. У него красивые листва. Он светлый. Он немножко высветляет вот эту часть сада, потому что за счет темной хвои он немножко кажется темноватым и мрачноватым. А дерен, он осветляет эту часть сада и при этом меняет свою окраску, когда наступает осень. И становится, как вы сейчас видите, немножечко таким розовым. А дальше он будет еще более розовым, еще более насыщенным и интересным. Но нам нужно было сделать, так как если мы говорим о том, что у нас здесь находится беседка, и нужно на что-то смотреть. Хозяева очень хотели сделать водоем. Потому что водоем – это движение, это звук, который наполняет небольшое пространство. Это движущаяся вода, стрекозы, которые летают вокруг воды. Это очень хороший элемент для любого сада, большого или небольшого. И в маленьком саду, конечно, делать какой-то водоем большой неразумно. А вот сделать такой пристенный какой-то фонтанчик – это было хорошее решение. И поэтому родился небольшой такой фонтанчик, пристенный такой водоемчик с чашей, в которой плескаются периодически и птицы, и дети, которые приезжают, внуки возле этого фонтанчика проводят время. Ну и, конечно же, прилетают на водопой, стрекозки и другая живность. И, конечно, наиболее удачное решение для установки этого пристенного фонтанчика – это было завершение вот этой перспективы, когда хозяева находятся в беседке, они смотрят в сад. И, естественно, хорошо, когда завершает вот эту перспективу такой вот фонтан с льющейся водой. Фонтанчик есть, но нужно было еще что-то сделать, чтобы сократить вот этот длинный коридор, который создан за счет забора и стены дома. И тогда приходит решение сделать приподнятую клумбу. Но сама по себе приподнятая клумба будет смотреться в этом пространстве тяжеловато. Поэтому я обсаживаю ее низкой японской изгородью Little Princess, а на эту приподнятую клумбу помещаем три клёна. Клёны появились не просто так. Клёны были посажены для того, чтобы закрыться от соседей, потому что участок маленький, и отовсюду нависают дома. И хочется чувствовать себя в саду изолированным, и не хочется видеть соседские окна. Поэтому здесь появились клёны, которые создали вот эту вот высоту и создали такую многослойность в саду. И тем самым за счет приподнятой клумбы, за счет того, что они есть, за счет нескольких уровней посадки, у нас появилось немножечко перекрытое пространство. И оно сократилось, и оно не стало выглядеть таким длинным, оно не стало выглядеть таким однообразным, и оно перестало быть таким скучным. Здесь то же самое произошло, чтобы немножечко перекрыть пространство, но чтобы оно не перекрывало полностью виды, которые у нас находятся сзади. Здесь тоже высажена группа из спиреи японской, Little Princess, которая очень красиво цветет и не боится небольшого затенения. Но и этого мне показалось мало, и поэтому рождается вот эта пергола. Пергола, которая визуально пересекает это узкое место, делает такой перешеек. На нем мы высаживаем плодовый виноград, который очень красиво смотрится, когда он находится в период плодоношения. Видите, он уже закончил свою вегетацию, он уже немножечко урожай частично собран, частично съеден птицами. И это тоже очень красиво украшает вот это место и делает его гораздо интереснее. И самое главное, убирает вот эту вот проблему, которая иногда возникает при наличии узкого пространства. Чтобы маленький участок был интересный, нужно, чтобы было несколько уровней. И эти уровни получить можно только с помощью какой-то приподнятой клумбы, которая будет сделана в небольшом пространстве. Вот у нас здесь как раз-таки и есть вот эта клумба приподнятая. За счет нескольких уровней участок становится, и восприятие гораздо интереснее, более насыщенным и более разнообразным. Что нам и нужно, к чему мы и стремимся, что мы и хотим добиться. Чтобы стенка не смотрелась и наша вот приподнятая клумба не смотрелась тяжеловато, ее нужно обсадить частично, хотя бы невысокими кустами. Самые лучшие для этой идеи у нас подходят спиреи японские. И эти спиреи, они немножечко скрывают и скрашивают острые углы, которые существуют у этой приподнятой клумбы. И она смотрится мягче, она смотрится интереснее, и она смотрится приятнее, гораздо приятнее, чем это есть на самом деле. Один из приемов, с помощью которого можно увеличить визуально сад, это создание ложных таких дверей, обманок, с помощью которых мы как бы создаем проход в другую часть сада. И такой обманкой является зеркало. Зеркало помещают в саду, обычно в небольшом пространстве, но его нужно разместить таким образом, чтобы на него ни в коем случае не падало солнце. То есть лучше всего располагать зеркала в тени сада. И в такие места, чтобы идущий навстречу зеркалу человек себя не видел. Если вы будете видеть себя, то это будет просто зеркало в саду. А если вы будете идти и себя видеть не будете, а будет отражаться какая-то часть сада, то будет ощущение, что это продолжение, это как бы дверь в другую часть сада. И тем самым возникает ощущение увеличения пространства, увеличения сада. Возникло это зеркало не просто так, потому что прямо передо мной выход из дома. И если бы этого зеркала не было, здесь была бы стена. И эта стена находится очень близко к выходу из дома. И ощущение неприятное. Ты выходишь, и перед тобой преграда. Поэтому, чтобы как-то от нее уйти, я предложила хозяевам поставить здесь зеркало. Идея им это очень понравилась. Так возникла вот этот вот такой ложный проход якобы в другую часть сада. И от этого сад кажется больше. Но есть еще одни приемы, которые способствуют увеличению пространства. Нужно, чтобы даже самый маленький сад не просматривался сразу. Чтобы возникали какие-то уголочки, чтобы вы шли, заглядывали и смотрели. Ой, а у меня здесь вот что, а у меня здесь вот что. Плавно вы идете, перетекая из одной части в другую. И нет ощущения, что сад у вас открылся, и вы его видите сразу. Вы его сразу не видите. Это тоже один из таких приемов, которые часто пользуются ландшафтные дизайнеры, для того, чтобы увеличить пространство. Вот вы смотрите, какой получился у нас сад. Хотя он очень маленький. Чем больше элементов в саду, тем он кажется интереснее, насыщеннее. И отвлекает внимание от соседних домов. Потому что если смотреть внутри сада не на что, то вы будете смотреть поверху и увидите все, что вас окружает. Нам этого не надо. Поэтому я старалась как можно более насытить этот сад разными элементами. И эта арка является одним из этих интересных и привлекательных элементов. Я очень рада, что хозяева поддержали меня в этой идее и сделали эту арку. Потому что когда ты попадаешь в сад с улицы, ты проходишь через арку, она является своеобразным таким ограничителем и попадает в сад в определенные рамки. И вы видите уже сад в рамках этой арки, и он кажется очень привлекательным. Вы не видите сразу, как вот я говорила, это один из приемов, которым пользуются ландшафтные дизайнеры для того, чтобы сделать сад привлекательным. Он не открывается у вас сразу же. Он у вас попадает в определенные границы. Поэтому делайте эти границы, создавайте их границы с помощью арок, с помощью пергол, с помощью живых изгородей или группы кустарников. Это очень просто, но в то же время очень выразительный прием делает сад интересным. Но у нас здесь не только арка, у нас здесь все-таки есть и лужайка, газон. У нас все поместилось в этом саду, несмотря на его крошечные размеры. И даже есть плодовый сад. Несколько плодовых деревьев, которые плодоносят и радуют своих хозяев. Решение маленького сада – это своеобразная головоломка. И решать ее очень интересно. Я желаю вам успехов, потому что у нас в стране очень много маленьких садов. И каждый сад должен быть красивым. Делайте его красивым. Думайте, решайте. Для этого существует масса приемов, которые можно использовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»